Сегодня, дорогие друзья, у нас особый день. На 39-м году жизни, 11 мая, отошел вечность брат Анатолий Збитнев. Это сын нашей сестры Лили Прохоровны, брат Елены, Валентины. И вот сегодня здесь сестра Анжела, его супруга, дочка его находится, родные, близкие. Я хочу, чтобы мы помолились сегодня сердечно Господу, чтобы Господь послал свое обильное божественное утешение. И пусть каждый из нас сегодня помолится. Знаете, этот брат, он не был членом церкви, но знал всегда истину. Вот когда совершилась эта болезнь, Господь коснулся его сердца. И через эти муки страшные он прошел, и он действительно остался верным, без ропота, перенес много химиотерапии и молился Господу. Мы были свидетелями его покаяния и живой истинной веры. И за несколько часов до смерти мы пришли к нему. Вы знаете, я задал ему вопрос, Толик, ты боишься смерти? Он сказал, нет. Братья и сестры, он сегодня, как наш брат в вечности у Господа. Давайте попросим Божьего благословения на это собрание и на утешение родных и близких. Боже, славим мы Тебя сердечно за эту радость вновь быть в доме Твоем. От всей души благодарны Тебе, что Ты обильно нас благословляешь. И в этот день воскресной столько милости и любви Ты являл нам через Твое живое истинное слово. Благодарны Тебе, Господь, за это вечернее собрание, которое Ты даришь нам. Прославься через песнопения наших аристов. Говори сегодня нам через слова жизни Твоей, Святой. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты послал нам и дорогого брата, гостя Ивана из Болгарии, и его служение благослови, участие в этом собрании. Милосердный Господь, мы просим Тебя, пусть Твое божественное утешение сегодня коснется родных и близких. Дорогую сестру Анжелу, сестру Любопрохоровну, Господь, Валю, Елену, всех родных и близких. Ты знаешь, что Толик ушел сегодня в вечные обители, он сегодня с Тобоем, он успокоился от трудов, от болезней и скорбей. Господи, мы слабые утешители, но Ты наш утешитель и добрый, нежный пастор. Господи, благослови нас и прославься в этом собрании, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, давайте мы споем ген общего пения. Ты мне близок, словно берег морю. И после общего пения служение хора. Ты мне близок, словно берег морю. Ты мне дорог, словно дея мать. Ты пришел, чтоб с младким сделать горе. Ты пришел, чтоб милостью облегать. Без тебя, без жизни мне не надо. Без тебя я много, что ты ждут. Ты один, мне в жизни здесь надо. Будь мои, дай Бог тебя прошу. Там, где небо встретиться с землею, Чтоб и трудно ее принять с меня. Чтоб и в мире, встречусь я с тобою, И в глазах мои, друзья, всегда. Без тебя, без жизни мне не надо. Без тебя я только что ищу. Ты, страдая, жизнь мне не надо. Будь моим, дай Бог тебя, без жизни мне не надо. Будь твоей, Господи тебя прошу. А, пока нас поддержкаю землею, Я живу, пока сучья сундуй. Мы не ближе, чем весом и морем, И дороже, чем подождем. Если я ищи, не надо, Если я ищи, не надо, Если я ищи, не надо, что ищу. И святая, святая, Рада, Будь твоим, Господь, тебя прошу. Звучит песня. 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 ПЕСНЯ 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 Пятая глава, с 21 до конца главы. Папа говорит нам здесь о разных взаимоотношениях, сначала брачные, а потом родительские, и, наконец, рабочие взаимоотношения. Мы с вами только остановимся на отношениях в браке. Знаете, наверное, почему. Давайте прочитаем это место. ПЕСНЯ 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 Так каждый из вас, да, любит свою жену, как самого себя, а жена, да, боится своего мужа. Аминь. Это, безусловно, блаженные слова апостола Павла здесь. Они в то же самое время и мудрые, и немножко таинственные в конце особенно. Это им сказано, в целом, здесь раздел о домашних отношениях, брачные, родительские, рабочие, был бы знаком даже язычнику вне Павла. Вообще говоря, здесь нет ничего нового. Евреи, если читаете древних писателей, евреи, как Иосифас и Филон, так же, как и греки Платон и Аристотел, все обсуждали, что технически называется домашним кодексом. Послушайте, например, как Аристотел представил этот предмет в его философской трактовке о государстве. Не часто цитируем Аристотел, но здесь придется. Теперь, когда ясно, что является компонентами государства, нам надо обсудить управление домашнего хозяйства, так как любое государство состоит из семьи. Исследование всего начинается с наименьших частей. И основные составляющие семьи – это хозяин и раб, муж и жена, отец и дети. Что очень похоже здесь, о чем говорится Павел. Типичным содержанием, кстати, всех этих дискуссий является то, что мужчина по своей природе управляет как муж, отец и хозяин. И не придерживается этой иерархии вредно не только для семьи, но тоже для всего государства. И теперь, конечно, в нашем отрывке понятно, что основная забота Павла – это не здоровье государства, но распространение Евангелия и так далее. Но его забота о семейных отношениях в основном находится в гармонии с лучшими языческими моралистами. И это имеет смысл. Если вы задумаетесь об этом, здесь просто должны быть хоть какие-то сходства после всего человечества, несмотря на то, если оно согласуется или нет, имеет только одного Бога, Создателя. И этот Бог даже до грехопадения заповедовал брак и деторождение, и родительское попечение, материнскую любовь, например, и работу человека. И возможно, что даже государство из всего, что есть, может провести свою законность данного завета с его повелением о смертной казни. И все эти отношения, братья и сестры, все эти отношения, они являются нам щедрыми дарами Бога и неотъемлемой частью того, что значит быть человеком. И вот почему совет Павла к эфицианам здесь по семейным проблемам не лишает общество, данной Богом структуры. Почему? Это настоящая причина. Что является тогда настоящей причиной? Почему у нас такие проблемы в жизни и в наших семьях? Проблемы не в структуре. Домашние проблемы появляются, и отношения, они становятся напряженными, напряженными, так скажем. Потому что человек – это искаженный портрет своего бывшего «я», типа Пикассо. Реальная проблема лежит глубоко в сердце человека. Глубоко в сердце эгостичного и человека, который любит себя, греховного человека. Вот настоящая причина, почему развод сегодня является обычным делом, к сожалению. И почему есть так много несчастливых браков даже среди христианина. Я просто дам один пример. У моего бывшего и неверующего соседа в Самаре был один из таких несчастливых браков. Я знаю это, потому что стены очень тонкие были в наших квартирах. Но, вы знаете, что странно? Когда я сравнивал себя, его с собой, если просто поверхностно посмотреть, у нас с ним было много общего. Например, он верил в брак, я тоже. У него была только одна жена, у меня тоже. Его жена была русская, моя тоже русская. Он в семье зарабатывал на хлеб, а я тоже. Моя жена была домохозяйкой, его тоже было. У него был трехлетний ребенок, в то время у меня тоже был трехлетний ребенок. И мы жили вместе в одном доме на том же этаже. Ставили наши машины рядом друг с другом в один гараж. И все это, чтобы просто доказывать о том, что я говорю, что брак и отцовская структура в семье есть как у верующих, так и у неверующих. Но почему-то разница была в том, что он был несчастлив в брак. А я до сих пор счастлив. Да, слава Господу, да. По каким-то причинам их брак не работал, не работает. А наш очень даже, мне кажется, функционирует. Не спроси ее, конечно, но... Почему вы думаете, что это происходит? Что они делают неправильно, то, что, может быть, мы делаем правильно? Или, соотнося это с нашей темой, с сегодня вечером, что является особенным быть мужем, христианином? Я хочу сосредоточиться сейчас на наших мужах-христианинах здесь в зале. Потому что, братья, если честно, спирал наверх или вниз в наших браках всегда начинается с нас. Братья, несмотря на все наши поверхностные сходства, чем мы, мужи-христиане, должны отличаться от неверующих мужей? Ну, если в одно слово, если я ответил одним словом, то Христос. Христос. Весь ответ заключается в этом прекрасном имени. Придя к Нему и познав Его, Христос окрашивает все аспекты наших отношений с другими. И это особенно верно в отношениях мужа с женой, как Павел рассматривал, как прообраз отношения Христа к церкви. Так что я просто хочу сказать мужам здесь, христианинам, мы с вами должны делать Христа нашей моделью, меры и моделью, что касается любви к нашим женам. Еще раз скажу это, потому что это ключевой момент. Пусть Христос будет вашей мотивацией и мерой и моделью в любви к вашей жене. Братья, послушайте меня, я знаю это вот из опыта. Никакое количество цветов, шоколада и даже драгоценностей, подаренные в этот день Майтери, не заменит жертвенную любовь Майтери ваших детей. И, к сожалению, просто не хватает времени рассмотреть этот текст глубоко. Из-за этого я просто хочу задать несколько вопросов нашим мужам путем к практическому применению. А вы, женщины и Майтери, здесь можете принять участие, оценивая успешность ваших мужей по каждому вопросу по шкале, как сказать, вот с одного до десяти, если хотите, или с второго до пяти, как хотите. И если ваш муж сидит рядом, то иногда вы можете слегка толкнуть его в бок локтем. Хорошо? Подчеркиваю, слегка, чтобы не больно было никому. Вот некоторые вопросы здесь, хорошо? Просто шесть вопросов, я не могу их объяснить особо, но послушайте, братья. Да или нет? Я вижу значительную положительную разницу между моим браком и браком моего неверующего соседа. Мои соседи знают, что я христианин, отчасти потому, что я, как я отношусь к моей жене, может быть, по-другому фразировать. Вот второй вопрос. Моя любовь к жене отражает факт того, что Бог однажды будет судить мои поступки. Двадцать первый стих. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Во втором послании к Коринфянам, пятая глава, десятый стих, Павел добавляет, «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». И затем, сразу после этого он говорит, «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». Братья, вразумляю здесь. Настанет день, когда Господь будет судить, как мы относились ко своим женам. Бойтесь Христа сейчас, чтобы не надо будет потом. Третий проверочный. Мое желание быть похожим на Христа делает меня уважаемым лидером в доме. Не знаю, братья, если задумывались об этом, или, может быть, спрашивали бы себя когда-нибудь, почему ваша жена не уважает, или не подчиняется, или непослушна вам, знаете, как Господу. Может быть, ответ заключается в том, что вы, в конце концов, не Христос. Может быть, вы даже далеки от этого. И в этом смысле нашим женам особенно трудно. Почему? Потому что намного проще для церкви подчиниться своему достойному Господу и Спасителю, чем нашим женам подчиниться нам. Если наши жены должны подчиниться нам, как Господу, это значит, что мы должны, по крайней мере, стараться быть похожим на Христа. Иначе, братья, нашей несостоятельностью мы только искушаем наших жен к греху неподчинения. Я бы сказал, что мы даже участвуем до какой-то меры в этом. Короче, вы должны дать вашей жене что-то достойное уважать. Так что мое желание быть похожим на Христа делает меня уважаемым лидером в доме. Подумайте об этом. Или это проверочное четвертое. Я постоянно жертвую для моей жены. В двадцать пятом стихе сказаны такие слова. Посмотрите, двадцать пятый стих. «Мужа, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Любовь к церкви была жертвенной, преданной. И братья здесь, знаете, как говорится, здесь, там, где резина соприкасается с дорогой. Потому что ваша жена – это первый человек, которого вы видите, когда вы встаете. И она тоже последний человек, которого вы видите, когда идете спать. И если вы не можете быть Христом для нее, тогда не важно никому, не важно Богу, если вы можете быть Христом для кого-то другого. И я оставлю вопрос, как именно вы можете умереть для себя ради своей жены. Или на какие жертвы вы можете пойти ради своей жены. Одно точно, если вы не знаете, то просто спросите. Спросите ее, она вам скажет. Пятый здесь, проверочный. Моя ревностная любовь дает моей жене почувствовать себя особенной. Когда Христос умер, Он стал спасителем Своей невесты. Далее написано, что Он посвятил Свою невесту Себе, очищая ее посредством омывания пророческого слова. Любовь Христа к Своей невесте была освящающей любовью. И именно такую любовь нам надо иметь ко Своим женам. Кроме всего прочего, братья, это значит, что ваша жена должна чувствовать, что она особенная для вас в ваших глазах. Если я знаю женщину, я не обещаю, что знаю женщину, но если я знаю женщину, то она должна и слышать это. Это значит не только раз в году, 8 марта или сегодня, да. Это значит тоже, что вы должны продвигать и защищать ее чистоту. Шестое здесь, последнее. Последнее здесь. Нет никакого различия между тем, как я забочусь о себе и как я забочусь о своей жене. Нет никакого различия между тем, как я забочусь о себе и как я забочусь о своей жене. Христос так присоединился ко своей церкви, что его благость к ней явилась благостью к себе. Таким же самым образом это должно быть очень трудно людям определить, где кончается вы, где начинается ваша жена. И наоборот, ваша жена, в конце концов, не является типа приобретением или вашим владением. Она даже не кто-то другой, но она это вы. Вот почему ваша любовь к ней должна быть такой же естественной, как любовь к себе. И в самом деле вы даже должны идти дальше и почитать ваше самоотверженное поведение к вашей жене, как форма эгоизма. Я думаю, что этот аспект не нуждается в дальнейшем объяснении и применении. Дело в том, что Библия говорит, что у нас слишком много это самолюбие. И все, что надо делать, это просто перенаправить его на вашу лучшую половину, так скажем. Так что я надеюсь, что вот этот проверочный и это краткое учение было полезно нам. Братья, я надеюсь, что вы сдали экзамен, чтобы вам не было так больно сейчас. Если так, то так приезжает. Хорошо. Где есть пробелы, давайте посвятим себя к исправлению. И пусть Бог дает нам благодать делать каждый день особенным для женщин в нашей жизни. А мы не об этом помолимся. Давайте встанем. Отец Наш Небесный, благодарны Тебе, Господи, за этот вечер. Благодарны Тебе двойное за то, что мы можем быть здесь, в Твоем доме. Мы можем праздновать этот день. Я лично благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты дал мне такую мать, Господи, мать, которая верит в Тебя. Мать, которая показала мне, как жить, как искренним христианинам. Я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты помог мне лично и помог всем нам, мужам-христианинам здесь, в этом зале, чтобы мы относились достойно к нашим женам и к матери наших детей. И помогите нам в этом, Господи, дайте нам ту нужную благодать, чтобы мы жили достойно нашего призвания. Тебе слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Тебя слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Продолжение следует... 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 За все и прославить Господа этим пением. Грех Мерть стояла с нею, я в страхе, ты открыл мне мир своей любви, для новой жизни оживил, и кровью все грехи омыл, грехи омыл. Прости за то, что ты меня искал, прости, что я не слышал и страдал, Прости за мысли и за слова, что во грехе заделал я, прости. Свет Увидел свет я пред собой, мир, какой прекрасный мир с тобой. Ты дал радость жизни на земле, теперь Христос живет во мне, и в каждом дне иду к тебе, мой Бог, к тебе. Прости за то, что ты меня искал, прости, что я не слышал и страдал, Прости за мысли и за слова, что во грехе заделал я, прости. Прости за то, что ты меня искал, прости. Прости за Стефер Стефер Субтитры создавал DimaTorzok О грехе садил я Прости Субтитры создавал DimaTorzok Часто далеко от дома В буйном кипели дни Мы забываем о долге Помнить своих матерей Помнить своих матерей Помнить своих матерей Помнить своих матерей Любить, смешить и словенье Лаской согреть матерей Кто нас простил в лихолетие Все оторвало от себя Кто нам прощался на свете Нас недостойных любят Помнить 중에 это время Тоrar и тем и ротерей Тут не смешить и словенье Ласкать согреть матерей Вижу я в каждой морщине след по взрослевшим детей, Но в одиночистве стынет сердце седых матерей. Помните, нет о премьер, не ловите ты родней, Люди, спешите скорей, глазкой согреть под земель. Вспомни Иисуса распятие, что пришлось испытать, Но среди муки проклятия Он не забыл свою мать. Помните, нет о премьер, премьер, не ловите ты родней, Люди, спешите скорей, глазкой согреть под земель. Субтитры создавал DimaTorzok На світанку чи пізньої ночі, Де б тобі не прийшлося бувати, До высот пить імай свої очі, Говорила мені моя мати. Не забудь помолитися Богу, По молитві надія і сила, Стане легше герниста дорога, З нею завжди ти будеш щасливий. Зі слова ми у серце запали, На весні був добір і зернята, Перед сні в душі поливали, Боже за мене молилася мати. Не забудь помолитися Богу, По молитві надія і сила, Стане легше герниста дорога, З нею завжди ти будеш щасливий. Стрібло скромні Твої покриває, Вже й сонце на захід схилилось, Але слово Твоє пам'ятаю, Сину мій не забудь помолитись, Не забудь помолитись за Богу, По молитві надія і сила, Стане легше герниста дорога, З нею завжди ти будеш щасливий. Не забудь помолитися Богу, По молитві надія і сила, З нею завжди ти будеш щасливий. Аминь. Аминь. Мир вам, дорогие братья і сёстры! Приветствую всю церковь И разрешите специально поприветствовать тех, Кого я ще не видел, из города Южного, Из Одесы. Просто впервые у вас, І хочу воспользоваться этой возможностью. Я би хотів, щоб церковь Участувала в самому головному делі, Которе сьогодні происходит і зараз в це время. Це священнодейство Пред Богом. Не все так просто. В цей момент специально я спитываю особу трудності, Особо затруднений, Так як уже 13 лет нахожусь в Болгарії, І для мене особо не успел в ці дні адаптируватися. Думаю, по-болгарськи приходиться говорити по-русски. Тому вам повезло сегодня вечером Двое чужестранних іностранців, Щоб говорили перед вами. Один брат хорошо справился. Молитесь, щоб каким-то образом І я успел С Божьей помощью. Открою місце і священне писання. Це послання к евреям, 12 глава, 22 стиха. Даже, якщо є можливість, Ізвиніть, з 18-го. Ви приступили не к горе, осязаємій і пылаючій огнем, Не ко тьме і мраку і бурі, Не к трубному звуку і гласу слов, Который заставив слухащих просити, Щоб к ним більше не було продовжаємо слово, Ібо вони не могли стерпеть того, Що заповедовано було, Якщо і зверь прикоснеться к горе, Будет побит камнями, Ілі поражен стрелою. І столь ужасно було це видення, Що і Моисей сказав, Я в страхі і трепеті. Але ви приступили к горе Сіон, І к ограду Бога Живого, К небесному Іерусалиму і тьмам ангелов, К торжествуючому собранию І церкві первенців, Записанних на небесах, І к судьі всіх, Богу, І к духам праведникам, Достигшим свершенства, І к адатаю Нового Завета, Ісусу і крові краплення, Говорящий, Лучше, Нежели Авелева. Аминь. Аминь. Сестры, братья, Дорогие друзья, Естественно, я понимаю Состояние этих людей, Которое первая часть описывается Именно о той горе, Которая пылала огнем, Дым восходил, И эти люди, Хотя и жаждали чудес, Как сегодня многие христиане И неверующие жаждут их чудес, Однако, когда появились действительно чудеса от Бога, То они в страхе и трепете встали И отступили. Даже надо было очередной раз предупреждать В отношении этой черты, Проведенной. Они отступили и сказали, Что даже Моисей сказал, Я в страхе и трепете. Вы знаете, скажу вам, Я испытываю нечто в данный момент, Когда посмотрел на эту гору, Ваш молитвенный дом, На прекрасный зал, На эту аудиторию, Я тоже в страхе и в трепете. Но я очень рад, Что сегодня, Именно в этот момент, На этом месте, Помимо этой большой горы, Здесь у вас сакрамента, Построена вашими руками, С Божьим благословением, Есть другая духовная гора. И об этой горе, Мы сегодня будем говорить. Конечно, Нет времени перечислять все подробности, Но мое желание, Сердце моего для того, Чтобы сегодня, Говорить конкретно, Об одном из элементов этой горы, Очень важной, Которая привлекает, Многих привлекла меня, И делает меня более того, Еще дерзновенным, Не только проповедовать здесь, Не только стоять перед вами, Но более того, Еще делать меня дерзновенным, И входить еще во святилище, Где, После мы будем говорить с вами об этом. Кровь вкрапления, Говорящей лучше, Нежели Авелева. В свое время я задумался, Что это значит? Неужели автор здесь персонализирует, Именно, или одушевляет, Именно этот элемент, Который у нас есть, И был, И пребывал во Христе. Тут сказано, Говорить. И что интересно, Что не однажды, Это говорит Священное Писание, Что кровь способна говорить. Тогда, с Божьей помощью, Я пытался каким-то образом, И сегодня с вами, Просто рассмотреть некоторые места, Которые говорят о том, Что кровь говорит. Более того, Еще, В книге Бытие, Мы прочитаем, Более другую характеристику, Более сильную, Где Бог говорит Каину, Это книга Бытие, Четвертая глава, С десятого стиха. И сказал Господь, Что ты сделал? Голос, Крови брата твоего, Вопьет ко мне. Не просто говорит, Не просто кричит, Но вопьет ко мне. Как страшно услышать, Такое свидетельство о себе, И услышит о том, Что то, Что ты когда-то закопал, Зарыл, То, Что тебе кажется, Что оно, Никогда не даст свой голос, И ты никогда не услышишь, И не увидишь больше. И казалось бы, Тот момент последний, Вопль, Может быть, Опять-таки, Голоса брата, Каким-то образом, Каин пытался, И пытаются сегодняшние, Современные Каины, Затыкать свои уши, Для того, Чтобы не слышать, Голос жертв своих. Ищут различные средства, Каким-то образом, Освободиться от таких голосов. Но интересно, Что помимо голосов жертвы, Слышен еще другой голос. Даже вопль, Вопль крови. В свое время, Когда Христос проповедовал, Люди стояли перед ними далеко, Не такая аудитория, Которую я просил молиться. Они слушали его, Скрижетая зубами, Ненавидя его. Они не могли поносить, То, что он говорит. И, Однажды, От него, Из уст его, Вырвались такие слова. Читаем мы, В Евангелии от Матвея, 23 главе, 35 стихе. Поэтому, Вот я посылаю к вам, Пророков и мудрых, И книжников, И вы иных убьете, И распнете. А иных будете бить, В синагогах ваших, И гнать из городов в город. И дальше он говорит, Да придет на вас вся кровь праведная, Пролитая на земле, От крови Авеля праведного, До крови Захарии сынова, Варахивая, Которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, Что все это придет народ этот. Христос произнес пророчество о всем том, Что произойдет еще дальше. Как будут развиваться события здесь, На земле. Как они развивались в прошлом. На этой земле, Которая однажды открыла уста свои для того, Чтобы принять кровь человеческую. Которая мы читаем, Что через это была и проклята та земля. Поэтому, Извините, открою такую скобу, Приходится нам постоянно просить благословений на пищу. Но я бы хотел продолжить дальше мысль. Давайте посмотрим дальше, Как развивать события. И какое отношение человеческого рода К крови человеческой. Хотя получила особые Заповедь в отношении крови. И конкретные запреты Не проливать кровь человека. Особенно невинного. Прошло буквально несколько дней. Этого человека, Сына человеческого, Повели на суд. Повели перед Пилатом. Увидев такую картину, Он пришел тоже в страх и в трепете. Потому что там стояла уже гора другая. Инисион, инисионай. Но здесь стояла гора, Наполненная злом, ненавистью. И то к тому, к праведнику. Человек, который должен был предрешить Судьбу этого праведника, Каким-то образом пытался Уйти от ответственности. И он сказал этой горе, Невиновен я в крови праведной сего, Праведника сего. Смотрите вы. И отвечал весь народ и сказал, Кровь его на нас и на детях наших. Кровь его на нас и на детях наших. Не знаю, что знавали до конца эти люди, Что они призывали. Они призывали кровь праведника на себе. Какое это было безумие. Какая экзальтация. Какое обольщение. Какое падение рода человеческого. О, если бы они хотя бы тогда сказали, Кровь добудет этого праведника на нас. Обычно, знаете, когда люди злобятся, Даже учитывая сегодняшний день, Даже этот праздник и то, что мы слышали Братом, который поделился, Как любим мы часто высказывать Не самые лучшие словечки друг друга, Особенно между мужем и женой. Это частое явление. Но, слава Богу, что у нас есть время Попросить прощения, изменить что-то. Но, когда в пылу гнева, Я думаю, что мало кто дерзнет сказать, Что никогда не был соучастником Такого зла и такого дела. Человек действительно произносит слова. Иногда он задумывается, Иногда он всматривается, вслушивается Или не высказывает. Эти люди не давали себе отчета. О, если бы они в пылу этого своего гнева, От этой ненависти к этому праведнику, Если бы хотя бы они сказали, Кровь его на нас добудет, Мы несем ответственность. Что будет с нами, то будет. Умрем, умрем. Но зачем нужно было трогать целое поколение? Зачем нужно было еще сказать, На нас и на детях наших? Не буду впадать в черную статистику, Начиная с прошлого, Именно с того момента, Когда они распяли до последних времен терроризм. Не буду говорить о Голокосте. По сегодняшний день эта кровь продолжает говорить. Эта кровь продолжает быть на них. Она призвана на весь этот род, На всю атонацию на детей и на потомков. Какой ужас, какой страх, Какой ужас, действительно, Произошел именно в этот исторический момент. Кровь его на нас и на детях наших. О чем говорит эта кровь? Кровь это говорит об одном, Что они виновны. Может быть, мы как язычники, Нам кажется, что она не распространяется на нас. Что эта кровь не говорит против нас. И ничего подобного. Дальше мы читаем Священное Писание, Где Петр говорит, что вы распили его руками язычников. В сегодняшний день нет человека на земле, Которого можно было бы спросить, Ты греховен, грешен или нет? Виновен перед Богом или нет? И чтобы он не сказал и не признал да. И знаете почему? Потому что кровь этого праведника говорит. Потому что кровь на этот мир. Почему Священное Писание говорит о том, Что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. А не верующий уже осужденный. Что? Гнев Божий пребывает на нем. Гнев, который вызван этой кровью, Кровью праведника, Которая распространяется на весь греховный мир. И эта кровь продолжает говорить продолжение Уже этих более двух тысяч лет. Слава Богу, что наступил момент, Когда этот праведник произнес еще другие слова. Какие? Читаем мы в Евангелии от Матвея, Всем нам знакомы, Особенно в день преломнения, В день причастия. И взяв чашу и благодарив, Подал им и сказал, Пейте из нее все, Ибо эта кровь моя Нового Завета, За многих проливаемая В оставление грехов. Он вновь заговорил о крови. Только эта кровь, Та же самая пролитая, Или значение уже этого дела, Оно имеет совершенно другое направление. Эта кровь проливается В оставление грехов многих. Дорогие мои друзья, Интересно, что эта кровь продолжает И по сегодняшний день говорить. Говорит к определенной группе людей, Из которых большая часть, Может быть, 99% находящихся здесь. И эта кровь однажды заговорила о другом. Не только о том, что мы греховны. Не только о том, что мы виновны перед Богом. Но однажды, когда мы пришли к Богу, Признав себя виновным. Осознав, что мы имеем нужду в очищении. Это очень важный элемент. Мы пришли, попросили у Бога прощения. И что? Получили очищение. И эта кровь однажды заговорила Другим голосом. Не голосом суди. Не обвиняй меня. Но что? Я услышал другой голос. Я очищен. Я прощен. С этого момента, когда Христос умер, Пролил свою кровь там, на кресте. С того момента, когда Он сказал, совершилось. Мир разделился. Не на положении различных динаминаций, Вероисповеданий. Не на положении различных сословий, Или еще другие, другие такие, можно было бы назвать характеристик. Но одно. Что? Одни признают кровь праведника. И что они виновны перед ней. Приходят, осознают и просят прощения. И слышат другой голос. Голос прощения. Встают и радуются. И сегодня, многие присутствующие здесь, по причине той, они находятся здесь. Мы находимся здесь, потому что однажды мы услышали голос этой крови, которая сказала, ты прощен и ты очищен. Апостол Павел еще, в начале зарождения христианства, собирает пресвятеров церкви и говорит о крови. Очень интересная мысль. Здесь мы читаем в книге Деяния апостолов, двадцатой главе. Он высказывает свое переживание и говорит, поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, наблюдайте за собою и за всем стадом, в который Дух Святой поставил вас блюстителями пости церковь Господа и Бога, которую Он приобрел в себе кровью своей. А теперь позвольте мне, пожалуйста, друзья, немножко цитировать и в самой главной мысли подчеркнуть именно, почему Павел уже в дальнейшем, написав послание к евреям, он так много, кстати, пишет о крови и о ее значении, именно к евреям, для того, чтобы открыть им глаза, что и имеется возможность, чтобы вы освободились от этого голоса обвинения. Он написал послание очень успешно. Нет времени для того, чтобы делать целый разбор и для того, чтобы раскрыть все истины. Но позвольте, я подчеркну основные мысли. Он здесь говорит, что Христос приобрел церковь свою, кровью свою. На сегодняшний день кровь Иисуса Христа говорит о том, что мы приобретены, мы Его собственность. В другом месте Он говорит, что вы искуплены. Послание Фессианам 1 главе, 7 стих, Он говорит, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Сегодня эта кровь продолжает говорить нам и убеждает нас в очень важных таких элементах для существования церкви. Фессианам 2 главе, 13 стих, Он говорит так, а теперь вы во Христе Иисусе некогда далеко стали близки кровью Христа. Некоторые я узнаю, не многие из вас не знаю. Но, дорогие мои друзья, самое главное, что войдя в молитвенный дом, посмотрев на всех вас, я увидел своих близких, братьев и сестер. И знаете почему? Потому что я увидел кровь на вас. Кровь, которая не обвиняет вас, но кровь, которая очистила вас. Проходя по улицам, когда мы движемся в общественном транспорте, везде и повсюду, где мы находимся в мире этом, мы буквально и имеем откровение от Бога, и имеем свидетельства. И когда мы смотрим, если действительно у нас открыты глаза, мы видим, на ком кровь Христа, как обвинитель, а на ком кровь Христа, как освобожденного, более того, приобретенного, более того, от твоего брата и сестры. Не раз я, я любитель, я очень экспериментатор хороший во многих вопросах, и не раз экспериментировал, когда иду совершенно в чужой город, незнакомый для меня, меня там не знают, иду по улице, смотрю, навстречу идет человек. И я узнаю его, и говорю, приветствую. Они говорят, откуда ты меня знаешь? Да я вижу на тебе кровь Христа, дорогой мой. Я не называю тебя по деноминации, я не называю, насколько ты помазан двойной литроной помазания, я не говорю тебе, потому что у тебя особые дары. Я рад, что вижу, потому что лицо твое сияет, глаза твои сияют, по одной причине, что они очищены кровью Христа. И эта кровь мне говорит о том, что ты дитя Божие. Не знаю, я нравлюсь вам сейчас или не нравлюсь, так как я говорю, так как я жестокулирую, но я хочу одно вам сказать. Я люблю вас, потому что вы мои родные братья и сестры. Я вам не навязываюсь ни в коем случае. Я не пришел для того, чтобы агитирует вас, чтобы вы меня любили. Нет, этого я не буду делать. Но я одно хочу сказать, друзья мои, и на мне тоже кровь эта. Кто может увидеть, пожалуйста, смотритесь. И я счастлив, что сегодня я могу свидетельствовать о самом главном, что на мне кровь Христа говорит о том, что я прощенный грешник, что я очищенный, говорит о том, что я ваш брат. Поэтому с этим зверзновением я и стою перед вами. Далее апостол Павел раскрывает мысли и говорит такие слова, что именно посредством крови Христа Он объединил небесное и земное. Осознаем ли мы до конца это величие, того творческого дела, которое Бог совершил для нас. Сегодня мы, земные дети, соединены с небом. Сегодня ангелы радуются. Радуются, не нарадуются нами, братья и сестры. Независимо от того, может, мы даже и дремлям. Может, мы очень уставшие. Не буду сейчас говорить обо всем этом. Но однако они радуются. И радуются не потому, что ты сидишь в собрании. Не потому, что тебя привели, притащили. И ты пришел еще раз посмотреть, что будет. А завтра еще подумаю, идти или не идти. И скажу вам, это истина. Почему? Потому что находим место в Священном Писании, где говорит о том, что если мы имеем общение друг с другом, то что кровь Иисуса Христа, что делает, очищает нас от всякого греха. Ты не успел еще сказать слово. Тебя не призвали к исповеданию. Тебя не пропустили через особую процедуру исповедания. Однако присутствуя здесь, именно в Доме Божием, находясь здесь у этой горы, где есть кровь вкрепление, вот эта кровь вкрепление очищает тебя. На сегодняшний день есть и другие голоса. И они продолжают. Они ходят еще и между рядами. Обо мне, о вас, о каждом из нас. Клеветник братьев наших, он не останавливается. О, как трудно бороться с ними, братья и сестры. Я думал, что в свое время успею. Не успел, отказался. И вы знаете, что я сделал? Я употребил кровь Христа. Не так, как некоторые сейчас употребляют в другом направлении. Об этом, может быть, немножко еще я открою одну скобку. Но я употребляю так, как написано в Слове Божьем книга Откровения 12 главы. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Как это? Кричать кровь, кровь, кровь? Или еще что-то? Нет. В ответ на обвинение, на клевету, на все то, что есть, от все то, что не избежать до смерти. И в вечности еще будут пытаться каким-то образом поднимать свой перс. Клеветник наш, который и сегодня клевещет. Вы знаете, в ответ на клевету, дорогой мой друг, не впадать в депрессию, уныние, огорчение, обиду, слезы, недовольство. Как это так? Я же так много сделал для этой церкви. Я же для этого брата так много сделал. И теперь слышу такое неприятное. Ой, не могу, братья, я не могу проповедовать. Обо мне такое плохое говорят. Не могу, сестры. Почему? Потому что вот он то и сказал. И начинаются разборки. Зачем? Они победили его кровью Агнца. Слушай, Содорова, мой брат и сестра, до конца, именно ту великую истину, какая истина, что кровь очищает меня от всякого греха. И даже если я и согрешил чем-то, даже если я и преткновением был для кого-то, откуда ты знаешь, что я не покаялся? Откуда ты знаешь, что я не очищен? Теперь и дано это право судить меня в то время, когда Бог меня не судит. И кровь его на мне не с целью осуждения, но кровь его на мне с целью что? Очищения. Они победили его кровью Агнца. И так братья имеют дерзновение входить, где самое освятилище. Не просто хороший молитвенный дом, не просто хорошее собрание, но в самое освятилище, в самое небо посредством чего? Потому что я умный, потому что я грамотный, потому что я богослов, не потому что я пастор, не потому что я миссионер, потому что я так много сделал, Господи! Вспомни о делах моих! Разве это может сделать меня дерзновенным, или может быть еще другое? сегодня с утра я посвящен служению. И, извините, я себе буду говорить, я даже уставший, но действительно уставший, в эти дни не перестую говорить, и если бы был поставлен счетчик, наверное, я бы побил рекорд Гиннеса. Ох, как можно оправдать себя! Ой, какой я хороший, какой я духовный, какой я важный, какой я служитель! Вот сегодня, Господи, пойду я в свою комнату, встану на коленях или стоя, и буду благодарить Тебя за то, что Ты благословил весь сегодняшний день, весь сегодняшний день у меня святой. Тем более, я не был на работе, ни с кем не поругался, тем более, я еще и проповедовал, и я становлюсь дерзновенным войти в освятилище. Как вам это нравится? Нехорошо, да? Правда, нехорошо? Нехорошо. Действительно, нехорошо. Но когда я прихожу, уставший с работы, замученный, истерзанный от всякий проблем, от всех трудностей, от всех переживаний, и помимо того, еще по дороге тебе позвонили, и наговорили, наполнили уши, и ты едешь, и говоришь, зачем мне все это надо? Идешь и падаешь, жена тебя начинает успокаивать, мать начинает расспрашивать, да сыночек, что с тобой? Да пожалуйста, давай! И мы там киснем, и вот занимаемся таким, знаете, душевным мазохизмом, и нам так хочется страдать, нам так хочется болеть, чтобы нам проявили сочувствия, чтобы нас действительно поняли, и наконец-то осознали, кто мы такие. Вместо того, чтобы остановиться на этом пути, потому что это чревато последствиями то, что происходит в нашей церкви, к великому сожалению. Апостол Павел говорит, и так, имея братья и дизгновения, входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, не человеческим, не путем психологии и психотерапии, не путем увещания особых и особого наставления, назидания, нет, путем новым и живым. Что это за путь новый и живой? Потому что кровь его, тот, который вошел в само это освятилище, он вошел не с кровью козлов или тельцов, но он вошел в своей собственной кровью, и он на сегодняшний день является первосвященником, и он служит мне, такому Ивану, несовершенному, слабому, который создает так много проблем для других, слава Богу, не для семьи, время от времени, иногда бывает. Чтобы вы не подумали больше в дне, но я рад, я счастлив. И больше всего мое счастье, что я не только нахожу действительно счастье в кругу своей семьи, в кругу своих церквей, сотрудников, я счастлив, друзья. Но более всего, еще раз говорю, если меня лишить самого главного, этого возможности входить в освятилище, где мне так хорошо, так прекрасно, так приятно, единственное, что я прошу, Господь, открой мне красоту Твою, подобно как Давид говорит, что с раннего утра, что я встану и буду созерцать Твой образ и Твою красоту. Братья и сестры, пожалуйста, вспомните, когда последний раз мы входили в это небесное святилище, когда последний раз мы любовались именно этой святой горой, когда мы пребывали в нем и наслаждались да благословит нас Бог. И я хочу одно единственное, уже заканчивать, время просто исчерпывается, хотелось бы больше сказать, но хочу обратиться ко многим сегодня. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, в первую очередь, к тем, кто еще ни разу не пережил самое главное в своей жизни. Это состояние чистоты. Если сегодняшний день ты виновен, не говорю просто имеешь чувство вины, это немножко разные вещи, но если ты действительно созерцешь, что виновен, я хочу спросить, кто снимет с тебя вину? Психотерапевт? Медикаменты? Подруги? Друзья? Знакомые? Кто? Никто не сможет. Слово Божие говорит, что единственная кровь Христа очистит совесть нашу, нашу порочную совесть единственную. К великому сожалению в последнее время почему-то так получается, но работа именно в области душепопечительства все больше и больше встречается с христианами, которые приняли покаяние, которые приняли крещение, но к великому сожалению их спрашивают, ты виновен перед Богом? Да, виновен. Что-то не сработало, и вы знаете что? Похоже, нам нужно пересмотреть специальные доктрины в отношении покаяния, как панацея от всего. Покаяние, это хорошо, правильно, но если действительно сперва подготовить человеку к покаянию и объяснить ему, что не то слово, не слово покаяние тебя спасает, но спасает нечто другое. Что более всего? Первое, это сознание своей греховной своей вины. Второе, что ты не можешь очиститься и освободиться от всех пороков, от всей скверны плоти и духа, не можешь. Единственное средство есть, это кровь Христа. К великому сожалению, я лично являюсь свидетелем тому, что так мало молитвы слышу во время покаяния, чтобы люди говорили, Христос, очисти меня кровью твоей святою. Я нуждаюсь, я грешен, нечисти я, нечисти я, так как когда-то кричали четко и ясно прокаженное. Это было установление, это был порядок, это была необходимость. Прежде чем, действительно, чтобы Бог проявил милость к ним, они должны это признать, осознать и кричать во весь город, во все селение, во весь голос, как сейчас я пытаюсь объяснить это. И по той причине, что проскакивает, приходит, Господи, прости, прости, вот в своем сознании, понимании, где-то что-то прошептал, встал и пошел. И говорит, я покаялся. Я спрашиваю, ты прощение получил? Ну, вроде получил. Я говорю, хорошо, ты чист? Ну, один Бог знает. Братья, надо все это пересматривать. Прежде чем привести к человеку покаянию, как написано, пойдите, научите их, и научите их покаяться правильно, потому что перед вами стоит жертва этого неправильного покаяния. Три с половиной года я заплатил за это неправильное покаяние. Меня покаяли, и я помолился, меня поздравили, всех радовались, а мне бетонная, вы знаете, стена упала и раздавила, и без мала это все не закончилось фатальным исходом. Ведь демон говорил, время вешается, нет смысла. И только тогда, когда действительно я осознал именно путь к Богу, тот путь новый, живой, в самое святилище я вызвал, Господи, это не в этом большом собрании, не перед особыми евангелистами, особыми проповедниками, у себя дома, молодой человек после армии, я встал на коленях, когда посетил меня Дух Святой, и я плакал, как ребенок, и просил, очисти меня, Господь, от сомнений, от неверия, от всего этого внутреннего дискомфорта, от всего этого конфликта, освободи меня, ибо я погибаю. И вы знаете, я лично не просто ощутил телом, но духом и душою, всем своим естеством, как на мне снисходило, и окроплял меня, Господь очищал. И все то, что было в голове, в сердце, внутри, все сходило, 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 и я встал чистым. И я чист перед вами, и это пережил. Я свидетель, друзья мои дорогие. И кровь тогда сказала, Иван, ты чист. И я не перестаю говорить об этом и свидетельствовать. всему миру, где только Бог меня не пошлет. Я буду говорить, что я чист. И на этом мне дает право Христос, мой первосвященник, который очистил меня, осветил меня, и дает мне возможность еще, посредством крови его, не просто исповедовать, не просто кидать ее, как мантру, ни в коем случае, но через глубокое сознание, что всякий раз, когда я прихожу к нему, я очередной раз прошу, окропи меня, Иисус, окропи меня, прежде чем не войти во святилище, в присутствии Твоем, окропи и освободи. И очередной раз я переживаю прекрасное благословенное очищение. Да благослови Тебя, Господь, сегодня, чтобы Ты пережил однажды это, друг мой, который мучаешься, который страдаешь, который знает, что делать. Нужно одно осознать, что Ты нуждаешься именно в этом процессе очищение. Ты должен прийти к Богу, чтобы Он очистил Тебя. Прийти к первосвященнику, который живой, который находится одесной Отца Своего, который сегодня Он хочет и с сопом своим, кровью Своей очистить Тебя и омыть Тебя. Хочу обратиться также тем, которые однажды пережили это очищение. Дорогие мои друзья, сейчас я хочу спросить, посмотрите внимательно, вглядитесь не в зеркало, но Духом Святым посмотрите на себя, на вашу жизнь, на ваше поведение, здесь в Америке или в Болгарии или в Украине не имеет значения. Апостол Павел в 10 главе в 29 сеге говорит такие слова, то столь тягчайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которая освящен и Духа благодати оскорбляет. Мое послание к нам, к христианам, имеющие стаж, стаж не только в церкви, но и имеющие стаж пребывать во грехе. Тогда, когда произвольно грешишь, пребываешь во грехе, посмотри, где кровь, на тебе окропление или, может быть, она под ногами твоими. Я призываю буквально всех сегодня задуматься серьезно и спросить себя, почему у меня нет мира, почему у меня нет покоя, почему у меня нет радости или ностальгия по ту первую любовь, которую так много поем, говорим, рассуждаем или почему тогда нам так неуютно или некоторые говорят нам здесь скучно и куда надо бежать куда-то, куда-то. У вас здесь очень многое бегут куда-то в горах для того, чтобы получить что-то особое. Не кровь креста окропление для очищения на особое переживание, особое обольщение, а потом психбольница. Сохрани вас, Бог, от этого пути. Единственное, к чему нас призывает сегодня Господь, не бежать куда-то, а прибежать вновь и вновь именно к этой святой горе, которая здесь, которая сегодня, которая у тебя дома. Она распространяется везде. И там есть кровь окропление, которая говорит лучше, нежели кровь Авеля. Потому что кровь Авеля она обвиняет. Кровь Христа окропление она освобождает. Да благослови нас, Бог, и если есть желание некоторое, чтобы помолились, мы ставши помолимся. Вы слушаете служение русской баптистской церкви города Вест-Сакраменто, дом молитвы, где пастором является Павел Михайлович Хакимов. Проповедовал гость из Болгарии Иван Иванович Велкох. Велкох Иван Иванович Иван Иванович Иван Иванович Иван Иванович Отец, я благодарю Тебя за сегодняшний день, за то, что кровь Твоя, кровь окропление говорит лучше. Лучше. И самое лучшее это то, Господи, что я могу исповедовать сегодня, что Ты очистил меня великого грешника. И это пережил, и я радуюсь, и радуюсь, Господи, что могу и здесь свидетельствовать об этом. Я молю и прошу Тебя, Ты благослови тех, кто услышали эту истину. Те, которые мучаются в сердцах своих, в совести своей, те, которые преследуемы виною. Я прошу Тебя, помоги им услышать эту истину и прибежать к Тебе и попросить Тебя о самом главном. Не просто покаяться, не просто пробормотать два-три слова, но вызвать Тебя и выпросить у Тебя и вымолить у Тебя это очищение. Многие приходят к Тебе для того, чтобы Ты вошел и вселил в своих сердцах, без того, чтобы упомянуть о крови Твоей. Не сознавая и не ценя ее, прости, Господи, нас лично, священников, за то, что мы не подготавливаем людей и не учим, как прийти именно к Тебе. Мы просим и молим Тебя, Ты исправь это дело и прошу Тебя, Господи, тот, который на сегодняшний день казалось бы и покаялся и крещеный, но в нем нет радости, Господи, в нем нет победы и он не может побеждать именно кровью Твоею. Я прошу Тебя, помоги ему вновь вернуться оттуда, Господи, где он ошибся, где враг его обманул и чтобы он призвал не только имя Твое, не только пригласил Тебя, но чтобы он попросил, чтобы кровь Твоя сегодня окропила его и он станет очищенным. Ибо, Господи, Ты это совершаешь, Ты есть Тот, Который вчера, сегодня и вовеки тот же. Я благодарю Тебя за эту великую, Господи, привилегию нам исповедовать Тебя, нашего первосвященника. Прости, Та же, Господи, тех, которые попирают в сегодняшний день кровь Твою, которые не почитают ее за святыню. Прости и прошу, молю Тебя, откроем глаза, чтобы они увидели, что они делают. Прости, Та же, тех, которые злоупотребляют этим прекрасным, Господи, именно сыловым, этим прекрасным даром кровью Твоей, Святую, Господи, неоценимую, Боже, за то, что употребляют, как мантру, употребляют в различные направления и, конечно, в итоге попадают именно в различные сети. Прости, я молю и прошу Тебя, и верни их, действительно, чтобы они познали Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогая Церковь, дорогие друзья, у нас сейчас будет еще одно служение, сбор добровольных пожертвований для нужд Церкви и для Дела Божия. И мы поем гимн из сборника номер 1155. Мы все стремимся в край родной. Мы все стремимся в твоем родном, где будет вечер, как и все. Бог, на дольщине не стоит нам, Бог, на Господь исполнит твой замер, но мы, на дольщине не стоит нам, Бог, на Господь исполнит твой замер, дождь, дождь, веки и елоку, как правый Божий узнул, Бог, на Иисус, на существу, в конце путь избеги его на дно. Бог, на Иисус, на существу, в конце путь избеги его на дно. Нам замечательный сон, Мы землячьим и плодом, И негом так добить без гроз, Неси, Бог, и стыд весь любовь, И негом так добить без гроз, Неси, Бог, и стыд весь любовь. Теперь, дорогие братья и сестры, у нас начинается служение памяти Анатолия Сбитнева. В книге Откровения, в 14 главе, мы читаем такие замечательные слова, с 13 стиха. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Наш дорогой брат Анатолий был с Господом, и мы верим, что там, у ногу Господа, мы будем иметь эту славную встречу. Сейчас хор споет гимн, как любящий отец, потом мы выслушаем некролог, брат Валентин Дмитриевич и пение Николая. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДимаTorzok Дискapore Джигант Дали Дискשות Диск pne ДискSch Диск conjunка Диск quarrel И обычно Дискона Диск дело Диск dwell Мне так непонятно, Много ли известно нам о нём. А душа немой, тоской объята, Ждёт переселения своего. Ждёт переселения своего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнали Симон. 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 И это было тяжелое время, его жизнь висела на волоске. Одно только слово о Мелехе, его уничтожили, зная, что этот враг филистимлян. И Саул его ненавидел, все его ненавидели. И помните, что он пишет такой замечательный 33-й псалом? Я читаю 33-й псалом из 5-го стиха. Посмотрите, сей нищий возвал, он притворился безумным, друзья, и Господь спас его. Другой друг, если ты сегодня не имеешь спасения, возоби ему, как тот нищий, понуждайся в Господе, и ты получишь вот это обетование, ибо их есть Царство Небесное. Так говорит наш Господь. Второй стих, который мы прочитали. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Это тоже высшая мера счастья, быть плачущим. Дорогие сестры, плачьте. Анжелочка, плачь. Плачьте, дорогие сестрички. Плачьте. И имейте в виду, что истинное утешение не здесь на земле. Не здесь. Братья и сестры, это земля скорбей. Много скорбей нечестивому. Так написано. Много скорбей праведному. Так написано. И от всех их избавит Господь. Плачьте, дорогие друзья. И помните, что вы будете иметь это драгоценное утешение у новых Господа. Книга Откровения, 20 глава. Мы читаем такие слова, когда Иоанн увидел святый город Иерусалим, сходящий как от Бога, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. И там в 4 стихе написано. «И отрёт Бог всякую слезу сочей. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Друзья, вот оно обетование. Блаженные, счастливые, которые могут сегодня плакать, страдать, скорбеть вместе с страждущими. Плачьте с плачущими. Так написано. Господь поощряет это. Но помните, вы будете иметь это истинное утешение, и верьте там у нас Господа, и отрёт Бог всякую слезу сочей. Да благословит вас Господь, и да поможет Он вам, дорогие друзья, перенести всё это мужественно, с помощью Господа и во славу Ему. Аминь. Давайте помолимся. Вы слушаете служение Русской Баптистской Церкви города В. За то, что в этот вечер, хотя праздничный, подарил нам такие размышления над жизнью своей. Мы верим и благодарны Тебе, что Ты, Анатолий, отозвал лучшие обители. Он так страдал, Господь. Так Он, Господь, испытывал боли такие. Сейчас, Господь, Он успокоился. Слава Тебе, что Ты был милостив Ему. И, Боже милосердно, Ты быстро Его смог взять в свой лоно, Иисус Христос. Мы благодарны Тебе за милость и любовь к этому человеку, который открыл свои уста, обратился и стал Твоим детём. Господи, пусть сегодня каждый позадумается, чтобы мы всегда имели нужду в Тебе, в нашем Господе. И Ты ответишь, и Ты поможешь. Ты дашь спасение. Ты даруешь это царство, которое Ты уготовил всем любящим Тебя. Пусть Твое божественное утешение сегодня отрёт слёзы, Господь, дорогих сестричек наших. Пусть они утешатся и успокоятся, потому что Он, Анатолий, у Тебя. И всем нам, Господь, даруй быть всегда близкими, когда совершается вот такое несчастье, такое переживание с человеческой точки зрения в семьях наших, чтобы мы не пытались кого-то судить. Потому что в Твоей книге записаны все дни для каждого из нас назначенные. Досветится имя Твое, и допроставляется оно в жизни и служении нашим. Хвала Тебе за всё. Аминь. Присядьте, пожалуйста, дорогие братья и сёстры. Завтра в 5 часов на Солана все желающие могут прийти и проститься с телом брата Анатолия. С 5 до 7 будет там проходить служение на Солана 828. А в среду будет похоронное служение в 12.30 на кладбище Албур. И также в 2 часа здесь, в этом зале, боковом, будет поминальный обед. В 12 часов, кто не имеет транспорта, подходите, пожалуйста, к церкви на Солана. Будет организован транспорт. А сейчас Михаил Юрьевич просчёт нужды, и мы помолимся Господу. Помолитесь, дорогая церковь, о благорасположении и на собеседовании. Прошу это для моей сестры в Москве завтра, ваша наименьшая сестра. Дорогая церковь, помолитесь, у меня завтра экзамен. Верю в молитву церкви, брат Александр. Дорогая церковь, мне в понедельник выезжать в Россию. Попросите Божьего благословения, чтобы хранил он меня в дороге. Я верю, что Господь будет хранить ваша сестра в Господе. Помолитесь, пожалуйста, за моего брата. Он сильно болен, чтобы Бог его исцелил. Дорогая церковь, прошу, помолитесь о маме моей близкой подруги, которая в больнице с обширным инфарктом, чтобы Господь благословил её, и чтобы она приняла Господа в своё сердце, ваша сестра Люда. У нас есть также благодарности Господу. Прошу и хочу поблагодарить Господа и Церковь. Благодарность великая за то, что послал мне выздоровление от болезни, а также благодарность молитвенным группам и родственникам, кто молились о моём выздоровлении, ваша сестра. Благодарим Бога за доченьку Наташу. Ей исполнилось 13 лет. И просим Божьего благословения на всю её жизнь, любящие родители. Это наши нужды, братья и сёстры. Давайте, пожалуйста. Также будем молиться о родственниках Валентина Дмитриевича с Измаилой. Они едут, у них будет завтра собеседование, да? Братья и сёстры, давайте мы перед нашей молитвой, вставшись, поём из долинам сияет страна, а потом мы помолимся Господу. И с долинам сияет страна, и укрепая вся ты воёк, сам спаситель, и он притескал. Свои супременные веры народы. Свой род нас ждёт, который ведет край наш родной. Господь наш Бог, мы сердечно Тебя благодарим за этот вечерний час покоя в Доме Твоем, что Ты собрал сегодня здесь народ свой, наставлял и научал нас из слова Твоего. Ты нас и обличал, и призывал поступать по Слову Твоему. Ты, Господи, наставлял нас, как мужей, любить жен своих. Ты, Господи, напоминал о Твоей причистой и святой крови, которая ныне вопьет не о мщении, а о нашем помиловании. Господи, слава Тебе за это, что мы собираемся здесь, как искупленные кровью Твоей. Боже, мы просим, когда мы пойдем с Дома молитвы в наши дома, в семьи, на наши работы, чтобы мы, Господь, поспешили исполнить то, к чему Ты нас призвал сегодня. И Ты благослови нас в этом, Господи, быть светильниками на всяком месте. Господи, мы обращаемся к Тебе сейчас об особом благословении для семьи вот Збитневых, для Анжелочки. Господи, утеши ее особенно, как супругу и мать. Благослови ее в этой дни скорби для нее получить от Тебя силы и утешение. Ты, муж скорбей, Господи, изведавшие печали, знаешь, как утешать. И утешаешь по нашим молитвам и просьбам Церкви Твоей. Утеши Лилю Прохоровну, как мать, Господи. Утеши, успокой ее, Господи, и поддерживайте дни скорби. Все это семейство и сестер, Господи, брата Анатолия. Мы благодарим Тебя, что это расставание, оно не безнадежное, Господь. Что у нас есть эта надежда и обетование на встречи там на небесах. И мы благодарим Тебя, что брат наш успел исповедовать Тебя спасителем своим и Господом. Слава Тебе за это, Господи, за услышанные молитвы, за тот путь, которым Ты провел его. И за скорби, которую Ты помог перенести. Дорогой наш Господь, мы просим Тебя о нуждах святых. Вот эти записки, в которых есть благодарность о услышанных молитвах Церкви Твоей. О молитвенных группах, которые несли на руках молитвы болящих и скорбящих. Тебе мы поклоняемся и Тебя благодарим, как нашего целителя. Господи, за продленные жизни наших братьев и сестер. Благодарим за эту сестру Наташеньку, просим, чтобы Твое благословение было на ней отныне и вовек. Господи, и те, кто смолит Твоей верой, просят о помощи, о благорасположении на экзаменах и на собеседовании. Содействуй, Господи, в Твоей руке сердца царей. Ты, Господи, их располагаешь и даешь им понимание, Господи. Просим, соделай это у тех, кто будет и завтра, и на этой неделе собеседования, чтобы увидели Твую руку и Твою милость и благость. А также, Господи, кому предстоят дальние дороги в Россию туда и уповают на охрану Твою и защиту, Ты поддержи и Ты благослови. Господи, мы просим Тебя за все высказанные и невысказанные нужды Церкви Твоей. Кто молится тихо сейчас в тайне, Ты услышь молитву Церкви Твоей. И благослови нас, когда мы пойдем в наши дома, чтобы Твоя любовь, Твоя благодать, она была с нами. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, дорогие братья и сестры. Вы слушаете служение Русской Баптистской Церкви города Вест-Сакраменто, Дом Молитвы, где пастором является Павел Михайлович Хакимов. Вы можете смотреть прямую трансляцию наших служений на интернете каждое воскресенье с 10 часов утра и с 6 часов вечера по адресу www.brightchurch.org www.brightchurch.org Вы также можете просматривать запись наших служений за последний месяц. Павел Михайлович Хакимов Павел Михайлович Хакимов Павел Михайлович Хакимович 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 Хакимов